Более 30 лет жизни Владимир Григорьев отдал служению Родине. В погранвойска он попал в 1995 году. Сначала его отправили в Забайкалье, потом в Закавказье, в Нагорный Карабах. Неспокойное место, где постоянно происходили боевые стычки. Постоянные нарушения границ и с той, с другой стороны. Приходилось часто подниматься и днём, и ночью, выходить на рубежи государственной границы, защищаться. И на нас всякие нападки были, что мы не даём свободно жить. Это было в известные времена. Своими воспоминаниями о службе Владимир Валентинович с удовольствием делится за школьниками и студентами. В составе Общества ветеранов пограничных войск он занимается патриотическим воспитанием молодёжи, рассказывая им о подвигах тех, кто стоит на страже России. Ещё один активный участник общества – Александр Гусихин. Он непрофессиональный военный. Срочную службу проходил в пограничных войсках вместе со своим братом в Мурманской области. Холод, дикий холод. Потому что Мурманская область – это самая крайняя точка границы Норвегии, Финляндии. Как там летом говорят холодно, а зимой очень холодно. Полярный день, полярная ночь, но всё как полагается в тех краях. Годы службы у Александра прошли довольно спокойно. Один раз его отряд срочно вызвали на прорыв в государственные границы. Нарушителя быстро поймали. Обычно в День пограничника ветераны собираются на торжественный митинг, посещают воинские захоронения, проезжают с лагами по улицам и встречаются в неформальной обстановке с руководителями города. В этом году пришлось обойтись бесшумного празднования. Пограничники только возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам. Екатерина Опёнова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24.